Продолжение следует... 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 А сколько у нас открывается уже еще один? В ближайшее время открываем сами. У меня еще одна пропозиция относительно учения. Было бы достаточно неплохо, чтобы с методологической точки зрения, каждый человек, чтобы не было ни в университете. Если есть какие-то вопросы, была бы лекция, собирали нас тут, хотя бы на полгода. Высвечили те вопросы, сделали акцентацию на инструкции, которую мы можем пройти. Потом мы идем на неделю, поднимаем эти инструкции, и додатково читаем вопросы, которые нам нужно работать. И это было бы очень хорошо, скажем. То есть сначала нужно, чтобы все инструкции нам тут рассказали, а потом мы еще не ответили? Нет, нет. Мы сделали короткий наголос на основные моменты, которые нам нужно самостоятельно смотреть в инструкции. Понимаете, мы приходим на отделение, великая критическая инструкция, и одну можно хорошо почитать, другую не дочитать, другую вообще пропустить. Понимаете? А так мы пришли сюда, нам такой экспром, полчаса. Такие-такие-то направления. Продивите, пожалуйста. Коротко, по тех направлениях, даже можно где-то сказать. Все другие вопросы, мы идем про это в инструкцию, а потом идем и задаем это вопросы до той людини, по предмету которого мы консультировались, она и читала нам лекции. Бывает так, что приходишь сдавать зачет, думаешь, что ты готов, а тебе говорят, ты еще это и это и это... А ты просто не знал даже, что это надо изучать еще, потому что там много всего, и всего хватить за один раз нельзя. А если бы сказали, что ты должен это и это знать, изучил, пришел защитить и все. У меня такое мнение есть, ну, пожелание. Дело в том, что бухгалтеры, они сдают зачеты, сдают экзамены, у них есть конкретный список вопросов. А у директоров такого списка нет. Вот. То есть, ну, просто список самых ритуальных, самых часто встречающихся вопросов. Это было больше всего. И по этому списку спрашивают. И научиться было бы легче. Да. И учиться точно нет. То есть, например, каждый департамент спрашивает по-разному. То есть, один с пристрастием, любой, ну, времени не имеет. Ну, вот еще люди, которые вот у нас спрашивают, уже директора департамента, все, получается, как бы, два направления. Первое, это вот, мы рассказываем, но что-то не рассказали, так нам объяснят. Кто-то, кто-то не сказали, надо так-то, так-то, так-то. А некоторые говорят сразу, кто-то, кто-то не рассказали, идите читайте инструкцию, придете в следующий раз. То есть, получается, ну, как трудно сказать, что лучше, но время теряется. То есть, лучше, или же, чтобы действительно нас отправляли по каждому такому вопросу, или же, вот, те моменты, которые мы не доработали, просто человек, который принимает за счет, сам объяснит. «Объясни, а ты что мне сделать?» «Объясни, а ты что мне сделать?» «Набельщик». «Кем?» «Директором?» «Не. «Не может директора, а я…» «Да не уводит». «Ничего такой момент, почему мне сделать?» «Ну, нормальный экзамен, то есть, оценками там, пять-четыре пи. То есть, это было…» «Без меня как это решалось вообще?» «Дело в том, что когда стали открываться новое отделение, пошла ваша резолюция, что это новое отделение, нужно стать директором, как раз набрали молодых директоров…» «Чего вы шепчете?» «Да можно громче, действительно…» «Чего вы шепчете?» «Чего вы шепчете?» «Просто человека поставили, утвердили его, была ваша резолюция, потом шел…» «Была резолюция председателя Совета Банка о том, что необходимо…» «Вы для кого говорите? Для меня или для них? Вы говорите!» «А что же вы шепчете?» «Да просто, полностно, не думаю я…» «Я думаю, что проблема такая-то есть…» «Тогда пожалуйста, вот…» «Вы должны напряжитесь…» «С конца…» «Председатель Совета Банка, вы подтвердили…» «Господин Ашов, вы на должность теперь…» «Ну, уже не директор…» «Да я вам обещаю…» «100%…» «Я не знаю, что мне делать с ним…» «Почему же…» «Ну, что вошел в работу…» «Какую же работу, если вы шепчете?» «Что же вы будете там шептать?» «Какая инструкция была?» «Просто предоставили списки и вы…» «И что, я написал его, чтобы он директором был?» «Черту поставил…» «Какую черту?» «А кому я ее поставил? Кто принял решение на ее назначение?» «Все заведены…» «А что?» «Мы подвисли приказы на назначение…» «Но, после…» «Ну, после…» «Ну, после…» «И что?» «Пусть частности меня назначили на Печерское отделение…» «Директора Печерского отделения назначили на Русановское…» «Но он выйдет с отпуска…» «И приспорит своим надоесцам…» «Так сказал Нам Барзаковский… «Он суда раз вызвал…» «И мы написали заявление на всех…» «Но это ощущение ничего не значит…» «Мы не согласовываем его…» «Он эти все вопросы надо основывать…» Так как бы, просто приказ уже есть, и два дня уже, можно сказать, работает. Ничего страшного. Это все делается быстро. Просто, как бы, в процессе разговора я понял, что очень много вопросов, которые мы должны согласовать. Во-первых, у нас есть такой вопрос. Одних я отобрал для директора, а других мы взяли, которые не прошли у меня собеседование, их 8 человек. Их я не обещаю директора, а как бы взяли вдогонку. Ну, это те, кто, видимо, новые люди пришли на лица, на семинар. Ну, я, честно говоря, до конца не уверен, кто директор, кто нет. Я, с учетом того, что у нас есть возможность выбирать, я бы хотел быть уверенным, что мы назначим правильный директор. В конце концов, у всех будет отделение. Мы просто одни быстрее готовятся, другие медленнее. Сейчас согласовать со мной, кто куда направлен. А вы считаете, как должно быть в стажировке? Я, в принципе, считаю, что стажировка пошла нормально. То есть она идет, во многом требуется от человека инициатива проявлять. То есть пойти на отделение, спросить у директора, что надо, на каких моментах следить свое внимание. Задать эти вопросы директору и самому остателенно изучить, а потом прийти издать. Никаких проблем. Нет, так, а первая, допустим, первая часть стажировки, это мы задаем экзамен в дирекбанке, не видя отделение. Да. То есть чистая теория. Так там такие общие вопросы, там общие вопросы. Потом на отделение идешь, директору задаешь вопросы, он тебе сам говорит, вот это, вот это, вот это ты должен знать. Выходишь, питаешь, пришел дал, и никаких проблем. На отделении такая ситуация, что мы как будто помешаем работе директоров и их бухгалтеров. То есть такая ситуация. Ну, они все заняты, то есть это понятно. У них всех работ хватает. Вот, то есть приходится их каждый раз в теории. Ну да, спрашивали, конечно, добивались. Директор обязан тебе дать на стажировку. Это понятно. Просто, ну, важно, чтобы знать, на что обратить внимание. То есть директор самому принимает решение, на что обратить внимание. Вот, в принципе, я готовлюсь к деятельности. Директор обратит внимание. А, допустим, ты приходишь сюда, тут тебе говорят, что ты еще и на это должен обратить. А директор тебе не говорил этого. Ну, слава богу. Так это можно, а ты потом сам поработал. Это можно считать, что это такое. Да, у нас, собственно, ошибка. Нет, у нас вопрос не в том, что стоит. Вопрос стоит в том, что директор это универсал, правильно? То есть он все знает по чуть-чуть. Ну, должен был лучше, если бы мы пришли конкретно. Здесь есть специалисты узкой направленности. То есть они обращают наше внимание на то, какие ошибки вообще проявляются среди вот этих всех директоров, которые работают. То есть они как бы нам первоначально ставят. Вот были такие-то ошибки, вы внимательнее изучите эти проблемы. И все. Ну, кто-то так говорит, никто же так не говорит. Поэтому ты приходишь на отделение, ко всем пристаешь, читаешь инструкции, спрашиваешь. Просто нет плана стажировки на отделение. Порядка. Нет порядка. Грубо говоря, сесть бухгалтеру на руки и сидеть за компьютером, на мастерской работе. То есть это нормально очень. Когда клиентов много, то... Должен быть список вопросов, которые мы должны выяснить, проходя стажировку. Да. Мы расходим бы на рынке и список. Список вопросов. Это самообразование. Хорошо. Тогда давайте составьте это. Вы можете составить список вопросов, которые бы я укладил и заставил бы директоров отделений, чтобы они вас, ну, по нему учили. В департаменте. Да. Вот просто... Вот что было бы хорошо, что просто, допустим, в каждом департаменте вы записали действительно тот минимум, который должен знать директор. Приходишь, например, в каждый департамент, и непосредственно сотрудники этого департамента, ну, начальники, они обращают внимание именно на те моменты, за которые могут банк штрафовать. То есть, например, пятидневный срок, там, какой-то, или 90 дней. То есть, вот эти нюансы. То есть, это в основном, из-за чего могут банк понесли выжить, принципа риска. То есть, вот первый, в очередь, как говорили, учесть риск, а потом уже непосредственно какие-то тракты. Ну, хорошо, что он вам делает с вопросами, как говорится? Вот, я, в основном, в учреждительный департамент сделал так. Я могу показать, у меня. Да, да. Да, и он дал еще и распечатку. Как бы ответы на эти вопросы? Если все это, то, 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 распечатка вопроса и ответы по справочности. Там тоже очень... Да, он на словно, он справочник, он еще подошел. Они все и перемешивают. У вас, конечно, сары. Нет, он меня не взял с собой. Денис Михайлович, я не взял с собой, но он есть, действительно, и он нормальный. Нет, туда, там там справочник. Да, и там по нему идешь, вот, есть. По нему идешь, и, в принципе, тут все объясняется, что и где. Вот, и я считаю, это единственное, кто сделал божеский. Вот видите, вот то, что должен знать директор, уметь выполнить. Да, класс. А вы можете мне снять? Тогда после, после этого, после совещания, давайте я сниму с этого заявки на приемную. Хорошо. Корпию, и мы тогда... Но есть еще, как бы, одна проблема. Я думаю, что вы ничего не изучите до тех пор, пока вы не поработаете немножко в отделении. И немножко, а вот я вот сейчас думаю, сколько, да? Не поработаете в отделениях на уровне заместителя директора с определенными... И тогда вы предметно изучаете все вопросы, да? Сейчас я заставлю всех, чтобы они... А потом, сдали вы, не сдали. Мне главное, чтобы я вас увидел людьми, которые в состоянии принимать решения. Да? Да. Потому что для меня важнее, например, чтобы росла трава, чем знание какой-то бухгалтерской инструкции. Но это вы все равно должны будете знать. Ну, на первом этапе вы должны знать основы менеджмента, ну, идеологию банка и... Как правильно принимать решения, да? Где получить консультацию, куда звонить, если что-то не делается, да? И, наверное, по результатам вот такой стажировки можно будет принимать решения, кто директор и кто нет. Это, наверное, тоже важно. Я думаю, что мы должны взять минимум пять отделений и по десять дней как минимум пройтись в понедельник. Только если вы мне сейчас не представите немедленно все, что я говорю в понедельник, это пятницы, да? Я вам бы говорю в понедельник. Нет, я не могу. Продолжение следует... Продолжение следует... В соответствии с данными семинара, которые проводила госпожа Кичинская по вопросам передавания, обязывая вас срок до такого-то разработать и предоставить перечни форс-мажорных ситуаций, которые должны быть исчинены при разработке дополнительного соглашения кредитного договора. Что за дополнительное соглашение? Как в том, что по кредитному договору предусматривается дополнительное соглашение, в котором необходимо учесть все форс-мажорные ситуации... Нет, не помню. Ничего такого не существует. Об этом докладывала... Скажите, нет. Ничего такого нет. Я не знаю, что вы имеете в виду. Я давал такое задание? Откуда вы это взяли? Я не принес к вам еще на согласование. Вы об этом спросили, я это не поставил. То есть это не мое, да, решение? Пока нет, конечно. Высказаться по вопросу регламента работы кредитного комитета. Вопросы, которые необходимы. Какую ответственность должны нести члены? По ком кредитному комитете вы? Согласно решению кредитного договора в совершенных системах. Черновецкий, Краснодар, Ленин. Да, по полной контактному договору. Во-первых, я никого не утверждал. Я всего лишь попросил ответственность. Вы сказали, что справочная информация только ответственность и процедура взаимодействия. А кредитный комитет, процент от дохода и лимита полномочий не сопоцовывает. А это что по подписи БАСа? Дело в том, что БАС обратился и вы дали резолюцию высказаться всем директорам отделения по... А где же эта резолюция? Я не помню ничего. О чем вы говорите? Что это такое? По какому вопросу высказаться? По вопросу БАСа, там такая ситуация. Обратился директор институтского отделения БАС с предложением, для того, чтобы он, все директора отделения имели право подписи на кредитных договорах по потребительскому кредитованию. Ну, когда он обращался? Ничего не помню. Это же мне передал дела каркушкой, и я по каждой служебке пишу это вам. Не знаю ничего. Этого надо будет. Только с месяца со служебками. Да, я вижу проблему, которая у нас может встать. Чтобы я просто никого не... Ну, потом не... Потом, чтобы не было никаких проблем, потому что, не дай Бог, что будет получаться, не будет получаться. Тем более, что заместители директора, директора отделения тоже будут работать на доходе. Я думаю, что нам надо будет, наверное, минимум пройти пять отделений. Вопросы я заставлю всех вам сформулировать. Вы пишите, я же так и для вас говорю. Вопросы вам, я заставлю все департаменты изложить, чтобы вам было ясно, на какие вопросы отвечать. И мне как-то надо, ну, определяться с вами, потому что на этих совещаниях, ну, я хочу понять, с кем я имею дело, у меня есть, ну, появляются некоторые сомнения и некоторые, ну, вопросы, ну, то есть, которые я хочу для себя прояснить, чтобы я взял на себя полную ответственность и назначил конкретного человека директором. Отделений будет куча, и всем присутствующим отделений хватит. Проблемы никакой нет, но ошибка здесь никакая не возможна. Я говорил тебе, чтобы ты написал мне, да. Одну служебку уже в общем отделе, скорее всего, вам уже ее передали. Да. Вторая в черновом варианте у меня сейчас, завтра будет готова. И есть еще пару дней. Не, подожди. Я что тебе, какое ожидание дам? Вы сказали мне написать две служебки. Первая по поводу рекламы на фиксальных чеках банкоматов, она уже в общем отделе, ну, и я думаю, что она уже у вас. Вторая насчет базы по кредитованию. Там вспоминаются два отделения, это Беличевская и Сирецкая, поэтому я еще поговорил с директорами этих отделений, они мне немножко подсказали, и завтра уже вот в комплексе эта работа будет. Что за база? База по клиентам, которые хотят получить кредит, ну, я рассказывал ситуацию, когда был в одном отделении, пришли люди за кредитом, им там отказали, они пришли в другое отделение. Вот, вот по ней я сейчас пишу служебку, уже, ну, завтра на базу, примерно, предоставлю на базу. А почему завтра? Когда я предоставлю эти служебки? Вы говорили в пятницу, то есть в понедельник я одну предоставил, вторая будет завтра. Что я говорил по поводу служебок? Когда это... Ну, там вообще звучала фраза, что когда я предоставлю, если я предоставлю эти служебки, и там будет все нормально высказано, то вы меня утвердите в должности директора. А что ж ты приступил к работе директором? Я тебе сказал, что пока ты меня не предоставишь. Я не приступал к должности, просто был приказ, и я нахожусь на отделении, больше там никого нету, вот и все. А что ж ты не кричал мне с утра по телефону, что проблемы? Я на отделении, непонятно, что делать, и вы мне дали такое задание, а я... Ну, я решал сейчас задать задание. То есть оно к завтрашнему дню будет решать? Нет, это не подходит. У нас есть какое-то непонимание. А как должен был он поступить? Я ему сказал, не приступай. Или помните, был разговор? Как бы вы поступили? Не, ну, это его идея, я бы зажжусь, бы и сделал. Что именно? Ну, ваше поручение. Ну, дальше, ну, сделал бы, как бы поступил? В чем есть присаживаться? Ну, было времени, ну, на мой взгляд, достаточно, сходности с тесеней. Дело. А дальше как? Принес бы, ну, наверное, через общее дело. Да. Кто хочет сказать, как надо поступить по моему поручению конкретно? Кто его слышал? Я бы, наверное, сделал поручение и попытался как-то связаться с вами. А как со мной связаться? Через приемную, значит, встречу еще как-то, как бы стучался бы, чтобы добиться вам. И от вас получить какой-то ответ. Да, и у вас вроде ничего. А у тебя проблема. А как же я с тобой работаю? Если ты не понимаешь русского языка, не будешь ты директором отделения? Да, служебка готова. Не будь, да зачем она мне нужна? Мне не нужна служебка. У нас военная дисциплина. Я сказал, что ты сразу выполнил. Не можешь выполнить. Должен был со мной позвонить. Если не позвонил, раб. Как и он, который шепчет. Я что, отправлю вас на отделение, если бы разговаривать не мог. У меня голос немножко стены. Справка мне нужна завтра с медицинского учреждения. Я думаю, что у вас не в голосе. У вас внутри проблемы. Да, да. И я должен здесь сориентироваться, потому что я не могу рабов назначать директора. Завтра тебе придет клиент, и ты все там похоронишь. Тихо, мирно, ты мне не позвонишь. Не быть тебе директора, дорогой мой. А шанс был. Я не хотел тебя назначать, потому что я обещал другим. А ты входил в число претендентов. Вдруг ты вылезаешь директором. Я сказал нет. Потом ты выступил и сказал умное. Я тебе сказал, давай мне предложение. А там и есть предложение. И оставайся с ним. Просто его надо было... Вопрос этот закрыт. Я с рабами дела не имею. Вот когда ты из раба вырастешь, тогда будет нормально. Поэтому я полагаю, что мне нужно какое-то время. Я не могу опереться на директора. Мне выгонять надо. Это проблема. Вдруг ты даже... Да. Вот по электронной почте приходят... Я еще раз говорю. Между нами никого нет. Я и руководитель банка района. Никого нет. У меня есть телефон. Я дал задание. Непонятно что-то. Сразу мне звонит этот человек. Как он мне позвонил, я могу ему перезвонить. Другой вопрос. Он сразу передо мной вырастает в виде самостоятельной фигуры. Если клерк, раб, шепчет, умирает от страха, не делает то, что я сказал, и не понял, и не уточнил, все, хана. В следующий раз у тебя будет шанс. Тебе придется доказать, что ты что-то понял из моего разговора. А так, завтра мне нужно какое-то предложение. Кто у нас есть на директора? Да, срочно, потому что он не может там быть. Ты его все там похоронишь. Мне нужны люди, которые будут доносить до меня информацию, чтобы мы вместе здесь принимали решения. А кто хочет затаиться там тихо, мирно, пересидеть, все выучить, потом, когда-то. Мы платим сумасшедшие деньги. Средняя зарплата самая большая, 42 тысячи в месяц. Я что? А вам там клиентов понавалит? Откуда я знаю? Вам надо их платить или нет? Вот я бы назначал, а сейчас мне надо ревизию какую-то делать. Потому что, может, он даром их получает? Мне не жалко. Проблема-то в чем? Из реалии. А? Из реалии. Из реалии? Плевать, наверное. Мы теряем. Намного больше. Кто хочет сказать? В чем проблема? В имиджи-банке. В имиджи-банке. Но это еще не все. А в экономической части в чем проблема? Отстаем. Доходы недополучаемые. Вот точно. Хоть шепотом, но говорите. Да. Справка нужна. Иначе вы не будете директором. Справка. Я ее перепроверю. Как с голосом. Вот. Потому что, если бы я туда назначил не раба, да? Нам и так прут со всех сторон клиентов. То у нас был бы доход. И он бы получал не 20 тысяч в месяц, а 120. А так и 20 эти ни за что платить. Потому что он только позорит банки и сдерживает его развитие. Вот в чем вопрос. Плевал я на эти деньги, подумаешь. И у нас есть сейчас процентов 10 директоров отделений, которые ни за что получают деньги. Ни за что. Попал в хорошее место. И гребет и клопатка. Его надо сдвинуть. Он проблемный. Для банка. Потому что директором банка может быть только человек, который способен до меня дойти. Выполнить мое поручение. Любое поручение выполняется до клада. А не просто выполнил и сидит. Ждет, вспомню я об этом или нет. Смешно. Да? Здесь такое каждый день. Теорий Чем, ты что ж не выполнил? Он говорит, да я выполнил. Вот назад. А что ж не доложил? Допустим. А он не знает, что докладывать надо. Но я этому должен вас научить. Проблема. Поэтому я думаю 5 отделений дам. Сформулированные вопросы. И после этого вам придется по каждому отделению написать свое заключение. Кто и так работает. Заодно я и выясню, что там происходит. Если все у вас там будет гладко и никаких вопросов, вы не всплывете, пока я живу. Никогда. Вот такие дела. Кому ты заплатно? На меня. Но не сразу. Не в виде кляуза. И проблемы никакой в этом нет. И у нас ведь придется вынести вопрос на обсуждение здесь. Вы никакой не друг тому, кому вы идете. Ни кум, ни брат. Хотите с ним дружить? Оставайтесь у него вверху всю оставшуюся жизнь. Хотите выскочить? Вам придется вывернуть его наизнанку. А я уже оцениваю. Все ли нормально или нет. Я каждому знаю. Потому что не может человек все делать как бы нормально. Миллион проблем у белодету, которые вы проводили стажировку. Но она велика. Я ее не сделаю. Но я воспрямлю все, что вы сказали. А может что-то такое будет необычное. Я вам, кстати, придется написать по этому поводу. Что вы там увидели, не так. А хотите быть другом с ними? То есть к дружбе это никакого отношения не имеет. Вот когда вы стали директором отделения, вот когда вы дружите, корешуйте, пиво пейте. А так вам придется себя проявить. А то я в ужасе. Я некоторые вопросы задаю, а вы не куете. Я представляю, что вы там будете делать на отделении. Нас должен представлять человек, который способен выполнить любую операцию. Не замочить кого-то, а сделать все как надо. Кто хочет высказаться? Может быть вы не того ждали от стажировки. Потому что поначалу вы видите, там все было классно. Вас отобрал такой же, как вы. Все было. Вот я что думаю, что сейчас вот для нас самое интересное, и я думаю самое важное для директора в первую очередь, это что можно сказать новому пришедшему клиенту о банке. Клиенту все равно где обслуживаться. Ему надо знать, чем этот банк лучше, чем другой. Этому нас не учат. Этого нас не показывают. Этого никто не рассказывает. Здравствуйте. Да вы на всех семинарах живете? Как же не показывать? Нет, ну то, что конфиденциально. А вы что там не нашли? Чем мы отличали? Ну нашли, ну как бы знаете, конечно теория, там вот эта цифра, что хорошая, рост большой, все это да. Ну вот именно как себя вести, как вот показать. Вы обещали показать косирку. Вы знаете, у вас что, нет данных, кто хочет сказать по отчету? Вы видели новый отчет? Да. Я и видел. Чем мы отличаемся от других банков? Кто хочет высказать? Кто-нибудь что-нибудь увидел, нет? Я хотел сказать, что у директора отделения есть семинар, вот как раз вот по этому вопросу, который вы проводили. Да. Вот у меня сегодня был точно такой же вопрос директору отделения. Да. Он мне просто первое и единственное, что он мне делал, говорит, вот нас сначала прости семинар, распечатывай. А, со мной? Да, да, да. А потом, если у тебя возникнут вопросы, задать шесть. А мне ничего не сказал. Рейтинска. Это Светенко Богданов. Светенко Богданов. А он вышел уже? Да, он еще в воскресенье выходил. Хороший директор. Он вышел в субботу, просто ехал, все, как дела, и вышел. Вот так дайте заставки всех. А вы к директору отделения обращались? Да. А какому отделению? В Троещинском. Ну да, это кто там? Ну там караул полный. Конечно, он вам ничего не скажет. Эти линии такой же. Это есть в Троехмунии, да. Обязательно есть. Я проводил семинары, распечатывал все, чем мы отличаемся. Помогите, господин. Мы очень серьезно отличаемся. Сегодня я разговаривал с Национальным банком Украины, с комиссией 20 человек. И они говорят, сильно отличаемся. Количеством операций, которые мы проводим, нет никакого сравнения. Ни с одним банком, кроме привата или аванда. А там есть идеология. И в отчете нам есть. В отчете есть. Да. В отчете есть, что мы принципиальные члены визы. Ну это все вы увидите в той бумаге, которая есть. Кроме того, залезьте на сайт банка. А? А вы были? Да. Нет, какого-то. А чего? Ну как бы доступ немножко ограничен, а вот через интернет-кафе не получалось. Выходные дни можно прийти в отделение. Доступ ограничен. Кто же он ограничил доступ? Ну, в принципе, у меня нет дома компьютера, нет интернета. В чем дома? В отделении? Где я на стажировке? Там просто после шести вечера. Выходные, по-моему, тоже нет. Вы не поедаете. Ну, вот я спросил, вы мне ответили, что есть распечатание. Кроме этого, оно это общий вопрос. Кроме этого? Ну, даже так и не вспомню сразу вот в лоб поставленный вопрос. У кого нет вопросов, это уже вопрос. Если у вас сейчас ко мне нет никаких вопросов, лоба, там нет. И не будет никогда. Вот могу с кем угодно поспорить. У вас вопросов не будет. И для вас это нью-высики, все, что я вам рассказываю. Вы прямо в точку лобали. Это я вам точно гарантирую. Можно высказать? Давай. Там вот у меня такое предложение. Директорам приходит по электронной почте высказаться по тому или иному вопросу. Вот, я эту всю электронную почту читал. Мне довольно-таки интересно. Там вот было стратегическое развитие Приватбанка. Да. И вы сказали высказаться все. Да, да. И мой директор просто этим занимался. Я просто сел вместе. И как бы просто довольно-таки, если бы кроме них мы еще с вами общались таким же образом, вы, по крайней мере, быстрее смогли нас узнать, наверное. Ну, честно говоря, по стратегическому банкам мы... Оно у меня лежало полтора года. Я его никак не мог до него... Я до него даже не дорос, насколько Приватбанк нас тогда обгонял. Сегодня мы заинтересованы в стратегическом развитии банка. А так, это очень серьезный компонент. Я не думаю, что вы по нему, ну, как бы можете выступить авторитетно, но... Пожалуйста, там... Вся электронка, которую мы даем, можем давать и вынестителям. Пусть они тоже отдельно высказываются. Нет, ну, просто в электронке там бывают иногда вопросы практического характера, которые многие, как бы, еще и не сталкиваются. Что вам предоставлять электронку или от них требовать? Из меня ни одна электронка не уходит. Вы не имеете права из меня на честный характер. Я имею в виду, когда приходят требовать с них или пока пожелания? Пожелания. Да. Ну, Михаил, можно узнать ваше видение? То есть вы сейчас хотите, если я правильно понял, на каждое деление поставить зама, зам директора? Да. И какие вы... Пятье деление я хочу... Да, чтобы сейчас... Да, сменим. Пятье деление. И каждый дал свои замечания по делению. Совершенно верно. Какие вы для себя видите, какие обязанности должен выполнять зам? То есть он будет наравне с директором? Или это будут две принципиально разные фигуры, которые... Как бы давайте сделаем так. Вы сейчас в течение двух дней, да, пока вы там стажируете, значит, мы сейчас график стажировки сделаем. Вот. Вы составьте себе план... Мы же уже, кстати, об этом говорили. Или нет? Что вы себе план стажировки составили. Видение стажировки. Да. Где это видение? Они должны высказаться по... Где мы делали электронку? Я высказался. Устное распоряжение не должны были высказаться. Нет у меня устных распоряжений. Только в сумасшедшем доме. Устное распоряжение. Да, тогда срочно составьте электронку. Кто высказался по... Есть письменный? Я высказался. Да, я написал. Уже. Вы немедленно выскажетесь. И уже проблема, если кто-то не высказает. Для вас мои слова являются законом. Надо бегом писать. Садитесь ночью и пишите. Чтоб завтра было тогда видение этого самого... Значит... Мое распоряжение устно. Я не успею дать электрону. До завтрашнего совещания все должны представить, чтоб я их еще успел посмотреть, видение вашей стажировки. Это первое вам задание. Садитесь и пишите. А я его откорректирую. У вас должны быть полномочия какие-то. И перечень вопросов, которые вы будете курировать. Дайте мне, как вы хотите. Максимум, что вы хотите. Потому что решение принимать, а там кого, куда назначить, буду я. Вам надо вывернуть все, что вам только возможно. Ну, на самом деле, я сам проходил стажировку. Когда я учился в юридическом институте, то я проходил стажировку в Ленинской прокуратуре города Киева. Тоже три месяца. Меня посадили. Пришел я. План стажировки там вот с помощником. Как всего. Два дня или там неделя или месяц. прокурора, потом со следователем. Вот я попал к помощнику. То, говорит, мне. А я был отличником. Ну, мы пиво выпили там разок-два. Он мне говорит, ну, ничего ты мне замешаешь. И гуляй, я тебе подпишу. Не. Давай мне. Что-нибудь. Я так не уйду. Иначе пойдут прокурор. И мы не подружились. Вот. Я забрал у него дела по прекращению дел по статье, ну, практику. Ну, мы там сидели. Ему же надо дальше разродиться заданием. Потому что я начал скандалить. И он мне дал материалы по прекращенным делам по милиции. Я взял их все. И такое я им наделал. Вот. И обобщил их. Вот. И по моему представлению там, выговора бы объявляли, начался целый скандал. Начальник райдела прибежал. Где вы его взяли? И решение буду принимать я. Поэтому вам придется мне что-то рассказывать. Я буду требовать от вас письменных отчетов. Так что уж, пожалуйста. Поэтому кто-то будет быстрее начальником отделения, кто-то будет чуть помередреннее. Вы мне понравились. Можно еще? Проведение стажировки. То есть от нас требуется написать, как мы хотим проходить стажировку. Что мы хотим, чтобы нам сказали. Что мы хотим узнать. Как поставить план. Что угодно. Вот что угодно. А я не могу ничего сказать. Что хотим. Кому это предоставить? А? Кому? Нет. Шепчешь ему давать еще. Завтра утром? Письменно в электронном. Как хотите. Не все равно. Ногами, руками, по факсу. Это не имеет значения. Лучше не ходить. По факсу отправьте ее. Через факсу. Так что вы уж постарайтесь. Потому что я уже сейчас вижу по тем директорам, кто есть, что там процентов 10 надо будет менять. Мне кое-чего не нравится. Ну еще вопрос. Мне по Подольскому написать и на Минском, а по Минскому. И по Минскому написать. Нет, подождите. Это же не писать свой отчет, как вы были на отделении. А написать свое видение. Нет. Видение проблем, которые я обнаружил. Так и называется. Запишите себе. Какие проблемы вы увидели в работе отделения. Отделение. Да. Или видение самой стажировки, как мы хотим. Нет. Это отдельно. А это в конце всей стажировки вы напишите. Какие проблемы вы увидели на этом отделении. Раз. Делаете. Вы пишите только это тоже. Я теряю смысл. Я записал. Да. И как вы видите их решение. Есть у вас это или нет? Стажер. Готовите отдых по каждому отделению. Да нет. Ну, господи. Ну, господи. Напишите. Да. Какие проблемы вы увидели в работе отделения. И как вы видите их решение. Вот и все. А на завтра? И как вы видите их решение. А на завтра? Как вы видите себе программу стажировки. Я вам объясню почему. Ну, во-первых, вы все выдающиеся люди, но нам нужны самые выдающиеся. Я полагаю, что вы многое из того, что я вам рассказываю, не ожидали здесь услышать, да? Когда вам предлагали перейти в право к вам на работу. Не ожидали. А? Не ожидали. На 90%. На 90%? Да. Все было классно. Нет, ну я просто... Все абсолютно по-другому. А почему по-другому? Ну, думали, все было спокойно, гладко, а тут раз и... А тут я восстал, да? Да, нет. Здесь по-другому. Здесь просто чувствуешься как бы... Мы же и должны всех победить. У нас совсем другая задача. Как бы я вам рассказал самое главное. Кто понял, тот понял. А кто нет, тот не поймет никогда. Я ничего другого не скажу. Я вам рассказал об идеологии банка. О том, как я вижу наше с вами партнерство. И какие я буду... Ну, перед вами ставить и задачи, и требования. Это очень важно. Чтобы вы услышали это от первого лица. Банка. Это я решаю эти вопросы. Эти вопросы называются принципом идеологии. Вот так это и называется. Идеологии. Большой компании. Которую я заряжаю. И любая большая компания имеет свою идеологию. Например, идеология компании Ford. Это идеология... Ну, примерно, да? Но она обязательно описана. Что эта компания выпускает автомашину, ну, до сих пор. Ну, хотя новую, может человек, извините ее. На среднего, надежной, на среднего американца. А идеология компании Mercedes, это супермашина серийного производства. Ну, это в двух словах, да? Ну, это самое, ну, это, ну, как бы, люкс, лучше нет. Но серийного. А идеология компании, допустим, этой самой Bentley, или... Ну, это я из автомобиля не говорю, да? Это идеология ручной сборки, эксклюзив, эксклюзив. И в каждом секторе рынка, например, в рынке Ford, есть еще примерно такая же идеология. У Volkswagen, там, ну, везде есть своя конкуренция. Я вам рассказываю, ну, идеология, это самое главное. Главнее вообще ничего нет для компании крупной. Ничего нет, да? И здесь еще излагаются вопросы амбиции, да? Почему сложно, и почему новое, ну, вы услышали. Это вопрос амбиций, того, чего мы хотим достичь на рынке, и к чему мы как бы стремимся. И поэтому удовлетворять этой идеологии, естественно, могут только люди, которые способны будут продвигать ее. А не так, как я вам рассказывал, со мной общался этот менеджер американский. Идеологию я вам рассказал, это самое главное. А вы уж под себя ее смоделируете, нравится вам это, не нравится вам это. Потому что у нас полно других работ. У нас полно должностей, которые более высокооплачиваемы на старте и требуют, ну, потому что все вы, раз отличники, это уже достижение. Все вы способны к определенному виду деятельности. Но меня интересует менеджер, я общаюсь с менеджерами. А кругом у нас есть и другие всякие должности, где тоже большие зарплаты, есть возможности в бизнесе участвовать. Ну, да. Почему по чуть-чуть? Нормально. Две-три тысячи долларов зарплаты. Нормально. Но зато до шести, спокойно, с девяти и до ноль. А здесь нужны мечтатели и террористы. Потому что нам надо захватывать рынок. Да? Да. Да? Да. Потому что сегодня клиента может добрать только человек уверенный в себе. Уверенный в продукте, которые мы ему дали в руки. А если он раб, то надо выжимать из себя раба. А некоторые не могут до конца своих дней. Я же говорил, что у нас департамент по привлечению клиентов, он до сих пор, уже 7 лет или сколько, 5 работает, до сих пор не уверен, что вообще мы чем-то отличаемся от других. И что надо клиента только погладывать. С бутылкой напиться до смерти вот. И только тогда он может принять важное стратегическое решение. Перейти на обслуживание. Ну хорошо. Значит, это мы решили. Кто новый совсем? Кто недавно приехал? Раз, два, три, четыре. А вы когда? То есть вы приехали уже во второй полосе? Это те, кого на замок. Мы шестого числа. Вы прошли у меня собеседование? А кто не проходил у меня собеседование? Не прошел у меня собеседование, а кто не прошел у меня собеседование? А кто не просил? Раз, два, три, четыре. Ну, вы, наверное, прошли у меня. Зря ошибся. Ну да. Вот вы мне и не ответили на вопрос, как ходить туда. Что? Комблемка есть. Я на все ориентируюсь. Потому что это вопрос фантазии. Я все объяснил. И объяснить нового ничего не смогу. Ну, это как бы не безнадежно. Потому что есть другим чем заниматься. И вырастили ректор отделения МОГ. И мы там решили с зарплатой, чтобы было нормально. Вы завтра со мной этот вопрос узнаете в идее кадров. Тех иногородних, кого мы пригласили. Чтобы мы нормально платили за стажировку. Скажем, что я не знаю, что пора. Решили. Ну вот. Ну, как бы все. Если хотите, что-то спросите. Это уже был третий раз, когда я задаю свое вопрос. Я не слышу на него ответы. Он где-то губится. Что мне рассказали про тактику из трагедии работы на новом отделении. На новом отделении, которое открывается. Это уже третий раз, когда я задаю это вопрос. Третий раз стукаю. На новом отделении, я приходил, вот ваше бачение. Нет действительно и однозначного ответа. Ну, я могу два слова сказать. Есть клиенты, которые просто к вам повалят. Тут есть отделение на Укьяновке. Я не знаю, оно в плохом месте, на мой взгляд. Да, оно не на Центральной улице. Ну, что там такая движуха идет, не могу понять. Просто кого туда не поставишь, там цель номер один оборота. То есть те клиенты, которые будут приходить, приходить им надо дать полный комплекс услуг, чтобы они полностью с потрохами до не ходили. А остальных надо обходить район тоже смотреть, какие есть. И делать звонок. Вот, брать отчет, идти встречаться и договариваться о встрече. Ни в коем случае не стоять в приемной, не ждать до посинения. Вот, как бедный родственник. Потому что за спиной у вас солидный банк. Если вы себя ведете не солидно, ну, это позорит банк. Это ни в коем случае нельзя допустить. Мы везде идем только с высоко поднятой головы. Поэтому, если вам назначили время, пытайтесь назначить время на встречу в своем, в банке. Не получится идти на встречу строго в обозначенное время. Не принял, не хочет. Зайдем по-другому. Напишем ему письмо с привлекательным предложением. Если не хочет и на привлекательные предложения отвечать, тогда надо проанализировать и доложить на совещание. Может быть, это в большинстве предприятий работают клерки. Плохой менеджмент. Назначили директора, да, а ему плевали. Вот у него там, он платит процент за обналичку, ну, будет там, за инкассацию, да. Мы ему предлагаем ноль, а он все равно не идет. Значит, это наемный человек, который не, в отличие от вас, не, как бы, работающий от дохода. Или даже, может быть, он такой же, как и вы, но он позорит свою компанию. Тогда надо выходить на учредителей и сказать, написать им письмо. Ваш идиот, которому мы дали предложение, и который тут же считаем доход. Вот. Который в результате наших данных мог бы вам сэкономить столько, даже не ответил нам на письмо. Вот. Так и я делаю везде в своей работе. Если я где-то прихожу в магазин, да, вот, и, ну, показываю свою, например, вот пришел я в магазин, там, плохой менеджмент, покупать себе там спортивный костюм. Они мне говорят, ну, карточки дайте мне паспорт. А я говорю, у меня не паспорт, у меня вот старение депутата какомного совета. Да. Зарплаты, ты сказал, довести, только их нельзя, он тебе надо проконтролировать, думаешь, что я их за. Вот. Он мне говорит, это вот достаточно. Проблема. А вот. Я тогда получаю своему помощнику, и они мне приносят извинения. Но я тем самым помогаю этому человеку и менеджменту, как бы, ну, улыбочек. И он мне говорит спасибо. Я вас уверяю, учредитель или, ну, хороший менеджер никогда не позволит себе не ответить на предложение, которое является экономически для него вовремя. Иначе что? Или он взятку берет в того банка, в котором он служивается. А нам подобраться надо под цифры, понять, что происходит. Найти информацию, где мы можем их, как бы, не находим понимания в этом самом, в наличке, в этом, в инкассации. Мы можем подъехать со стороны дисконтной программы, потребительского кредитования. Разработать стратегию сначала мы их на потребительское, он говорит, ну, я не знаю, в моем банке все нормально, я не очень хочу, там, и все. Вот, хотя нет причин. Конфиденциальность, все остальное, вот. Это вы можете прослушать. Я вам дан кассету по конфиденциальности. Это разбор. Я помню. Причем, если потребительский кредит, я имею в виду, у нас же кредиты. А у нас отработаны если это магазин. Ага, поняла. Сколько товаров? Мы делаем это, а другие банки нет. И мы говорим директору, а вот мы тебе, у нас есть 50 тысяч карточек, да? И из них 90% или 80% мы тебе всех своих клиентов даем. Все они узнают в твоем магазине, что даешь скидку. В смысле, не скидку, а что ты можешь купить товар. А почему? А потому что это в основном карточники, это бюджетники, зарплатники. Ну, разные. Не только бюджетники, но и коммерческие структы. Это как раз люди, которые, ну, смотри, какой магазин. Если он на эксклюзив, мы тогда пишем бумаги, что у нас есть там до тысячи клиентов с оборотом по карточке до 100 тысяч долларов. Да, это на него подойдет. Если это шерпотреб, дохлые эти телевизоры и убитые холодильники, дадим наши, ну, потребительский кредит для, это мы дадим 35 тысяч человек, которые он знает, только сумасшедшие могут отказаться. Безумные. Бесплатная реклама. Бесплатная реклама. И плюс, к нему идут и покупают у него товары. Он увеличивает оборот. Да. Или, ну, он говорит, наказаться я не хочу. Тогда надо сначала поговорить с бухгалтером. А сколько раз тебя инкассировали? А один раз. А тебе нужны мелкие купюры? Нужны. А вот мы тебе и мелкие купюры дадим, и 10 раз будем тебя в день инкассировать. То есть, если нас интересуют клиенты только на коммерческой форме, ну, в основном, собственности, как это называется? частности. Да. То есть, бизнес. Конечно, государственному директору ничего не объяснишь, он ничего не хочет знать. А коммерчески ему все интересно. то есть, мы должны сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Все. И он наш. А если у директора с мозгами напряженно, то он идет, называется компания, там, оваль страхования, да, ну, например, да, и вот он идет к нему и ходит у него, ноет, перейти к нам на обслуживание. Ну, как же он его переведет на обслуживание, если это он работает с банком оваль? И банк оваль является основным его учредителем. Что он ему позволит? Во! И такое. Я же, что-то директоров филиалов читаю, ну, с мозгами, полный конец, да и все. Какие есть вопросы? Вы нам обещали. Это вам всю ночь писать. Что такое эквайринг? Это, 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 такая дрянь, которая всем понятна. Это чепутак. все. Эквайринг это бог. Карточку провел. Вопрос. Вы обещали показать плохую менеджмент. Не могу найти. Касетки. 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 Есть предложение. Нужно подготовить банки, филиалы и отделения в десятилетию независимости. Правда. Привняется, надо вывесить флаги по всем отделениям. И, я не знаю, если назван сделать раз нет, то и заказать эту монету. Тем более мы добутали. А прожектерство? Я не думаю, что вы сейчас способны разродиться какой-то классной идеей, любой из вас. Нормально, что вы говорите, я пока это не воспринимаю. Но по той простой причине, что я уже говорил, для того, чтобы появились предметные, полезные, экономически целесообразные идеи, для этого надо, чтобы информацию в голову закачать. Чтобы вы поняли, чем мы занимаемся, прошли инструкции, читали униан и деловую прессу. И вы начнете выдавать идеи, не раньше, чем серьезные. Ну, говорить надо, нормально, что сказать. Просто там говорят, влаги чепуха и неповесимы, там негде вешать. А здесь повешен. И это, чтобы второе, монеты чепухают, мы проходили, это очень дорого стоит. Зачем нам монеты, когда у нас есть громовые слитки, они вместо монеты? Можно сделать праздник, например, арендовать зоопарк на два дня, как правый, он в честь своего дня рождения делает подарок для детей, их родителей? все делаем. И у Лизамы занимаюсь лично я, и ничего такого. Можно в цирке это сделать, и все где-нибудь. Когда вы посчитаете все это, тогда будет интересно это послушать. Во что это выльется, и почему. Я готов выслушать любую идею мотивированную, да? От фонаря никакую. Потому что я за вас-то не буду. Звонить надо директору, да? Выяснять сколько людей у них бывает. Или какие вопросы? А ну. Позвонить директору, спросить, на каких условиях он может предоставить нам да нафиг его условия. Первый вопрос какой задать? Сколько стоит? Первый вопрос какой задать? Сколько в среднем посещать. Во! А так безумно! Ну вы будете биться, выясните все, и мы будем торговаться до смерти, пока мы двойка не сделаем. Проблема с головой. Чуть-чуть, да? Я вас уверяю, что люди придумают, что такой опыт уже был. А окажется, что нет там людей. Третье надо выяснить. Ну хорошо, какие вопросы надо выяснить, прежде чем идти в зоопад? А ну поехали. Какие вопросы кто хочет поставить, прежде чем обратиться в зоопад? Ну, прежде чем дать мне предложение... Сколько людей узнают об этом событии? Как это? Так выяснить. Так. Элементарно, сколько вместится в зоопад столько? Сколько людей придет? Кто хочет сказать, как подойти к идее, неплохая идея рекламы, зоопад? Просто благотворительности. Ну надо выяснить, как вы уже сами сказали, сколько ежедневно в среднем посещает людей, поэтому цену на билеты для детей, для взрослых, для взрослых, для взрослых, сколько детей? Еще какие? Какой вопрос? Это с зоопарком просто пример разглядывать нет смысла. В зоопарк не ходят потенциальные клиенты банка. Придут дети, да, будет здорово, будет весело. В зоопарк я согласен полностью. Сколько людей ходит? Еще какие вопросы? Надо выяснить прежде, чем принимать решение. В какой день больше всего будет? В какой день больше? Выходные? все понятно. еще в городе будет? Что за день еще в городе будет? Чтобы они сволочи не ушли на крыльяр. А вот сколько было людей в зоопарке, когда, например, праздновался день Киева, был бедератный праздник, это был... Сколько было людей в зоопарке в прошлом году, когда мы собираемся делать рекламу? Так, да? Сколько на день Киева, когда бесплатный проход? Какие еще вопросы? Какой средний возраст людей? Какой средний возраст людей? Зачем вам это надо? Ну, если это одни пенсионеры с внуками ходят, это одно дело. А если это, допустим, солидные люди там... Зачем вам это надо? Чтобы ориентироваться на... Какую рекламу давать? На кого направление? Зачем нам это надо? На кого направление? Ну да, Да, на кого направлено рекламу, в первую очередь? Хороший вопрос. Какую рекламу дать средства Максовой информации? И сколько это будет стоить? Ну, сейчас надо разрекламировать. Хорошо. Какую рекламу? Никакой рекламы не надо, потому что, если мы бесплатно сделаем, мы будем рекламировать. Какой еще вопрос? Можно ли разместить рекламный стенд, что это делать право? Можно. Это мелочь. Вот умные вопросы. Были клиенты в зоопарке, клиенты права из банка в зоопарке. То есть, потом в будущем можно было в зоопарке. Ну, например, были ли клиенты право из банка в зоопарке? Ну, с внуками, например. Можно лично пригласить хороших клиентов. Подождите, может быть, какие-то ответы заходят в зоопарке? Глупость. Это из области этого. Кто еще хочет какие-то вопросы сделать? Я просто могу сказать, что все заговорят сразу в этом событии в городе. Оно подымет ажиотаж. В Одессе был такой опыт, местный банк Пикдена называется. Вот они сделали такую акцию, весь город ходил на ушах целую неделю. И обсуждали этот вопрос. Какие еще вопросы задали? Да. Не сделала ли это уже госадминистрация? То есть, город может сам сделать бесплатно? А самое главное, вот было несколько вопросов умных, да? Только я вас уверяю. Вот вы, да? Фантазер без почвенных совершений, да? Потому что ни одного вопроса умного у вас здравым смыслом пока напряженно. Я еще с вами поговорю обязательно. Потому что самое главное, нам надо знать, да? Во-первых, сколько людей будет, да? Или бывает в этих обычных статистиках? И кто они, да? И теперь второй вопрос. Кто они? По возрасту, правильно сказал? Социальное положение. По возрасту, социальному положению, ну, я не знаю, и доход. Ну, как бы... Нет, почему? Там стоимость билета есть. Там же нет стоимости билета. Там же нет для бизнесмена. Но самое главное, никто из вас не сказал. В кого мы хотим попасть? Реклама бьет в кого? Пустой. Мы потратим деньги и все. И все будут шуметь, а толку от этого аж никакого не будет. А вот к кого вы попасть хотите? В голову не приходит. Кого хотите попасть? Кого? Во всех. Нам все не нужны. У нас же банк считается немножко коммунальным, правильно? То есть мы ориентированы на физлицев, то есть широкое распределение. Вот на физлице, как пойдут на широкое распределение. Да не поприятно. Ходят к нам уже ровно те, кто ходит, рядом живет, ну, чуть-чуть, может быть. Кого хотите попасть? Можно клиентам банка предоставить. Так а зачем мы нам надо себе? Ну, а я не пойду. Физнические люди в основном обеспечены. Так вот до тех пор, пока вы не решите самый главный вопрос. В кого? Я не хочу его сейчас решать. Это вопрос для умного человека. В кого вы хотите попасть? Никакой рекламы? Давать не буду. А вы ответа на этот вопрос не знаете, и я пока не знаю. Потому что когда мы даем рекламу в бизнесе, мы даем рекламу для бизнесменов. И я не пропускаю никаких банальностей. Потому что бизнесмены не лохи. И они сразу ориентируются моментально. Ну, какая глупость там сказана. Я не даю рекламу в бизнесе по процентам для физических лиц. Потому что я хочу попасть в бизнесменов. А бизнесмены это что? Карточные проекты. Открытие счетов. Конфиденциальности им интересно, чтобы они протащились от банка. Кредиты. Вы далеки от этого. Я просто вам рассказал. В этом я как раз разбираюсь хорошо. И надо давать рекламу куда? И тратить деньги на какие мероприятия? Которые подешевле или подороже? Вот, например, есть газета «Бизнес», да? И есть газета «Компаньон», да? И есть газета «Гавицкий контракт». Так вот, где давать рекламу по корпоративным нашим потенциальным клиентам? Теперь газет, значит, стоит это, да? А мы даем там... Во-первых, реклама срабатывает на седьмой раз. Ну, есть правила там. Ну, в бизнесе это стоит четыре раза дать в месяц. Там мы такими этими делаем. Это стоит пять тысяч долларов, да? В «Компаньоне» это стоит тысячу долларов. А в «Гавицких контрактах» это стоит восемьсот пятьдесят долларов. Где давать рекламу? Вот, например, рекламу, которую мы даем бизнес для депозитов от полумиллиона для них больше, для юрлистов. Это прекрасно, потому что такую газету читают крупные бизнесмены. Это мы попали в... Так где дать? Вот здесь дать в бизнесе или в «Компаньоне» или... В «Компаньоне» или в «Компаньоне» или в «Компаньоне»? что каждый вид услуг можно дать рекламу во всех газетах но в каждой газете предоставить тот вид услуг кто является потенциальным читателем этой газеты это так я и делаю какие еще есть идеи? во всех давать или в каждой? сколько жилов продается? ну это тираж можно предоставить все услуги, но акцент сделать вот именно как сказал переданный человек то есть представлены все услуги но на определенное сделать особо то есть как-никак некоторые люди попадут в дополнительные услуги да все нет смысла от нас директора я услышал предложение я считаю, что например коммунальные услуги рекламировать в бизнесе нет смысла я считаю так что делать? в одной газете, в трех газетах все брать издания или как? ну через время ну через время может быть я могу вам эту тему вообще как бы не очень трогать потому что вы далеки от этого я вам просто если кто захочет ко мне прийти поговорить о рекламе у нас даже есть рекламное предприятие можем зарабатывать миллионы на нем но если только вы хотите этим заниматься я пока этим занимаюсь а вы можете смотреть нашу рекламу и я кстати сказать о, запишите интересную рекламу чтобы все директора отделения высказались по рекламе за последние полгода а вы мне просто это напишите высказались о целесообразности рекламы за последние полгода значит на самом деле мы даем я не люблю бизнес там правит Медведчук суркисом они специально не дают возможности нам никаких делать информационных сообщений то есть это как бы война но бизнес и личные дела они никакого отношения друг к другу не имеют только идиоты и неудачники в бизнесе реагируют на какие-то личные ну я даю рекламу самую дорогую потому что реклама дешевая лучше я вообще не даю поэтому я даю бизнес там где это касается бизнесменов и периодически все бизнес-издания пробивают а справочная служба я даю телефон только справочная служба делает мониторинг сколько звонков и получается что бизнес давать намного дешевле хотя мы платим за бизнес мы заплатили бизнесу в прошлом году 157 тысяч долларов они меня терпеть не могут а я всех люблю но как бы я бы не хотел мне не нравится сама идеология газеты мне нравится компаньон но это мне нравится да мне нравится коммерсант дейли но они велики они захватили рынок и сегодня мы попадаем прямо в точку когда мы даем рекламу ну это вы говорите субъективно а я вам могу дать ну вы правильно говорите но как бы интуитивно чувствую а у меня есть за каждый день неделю я вам могу справку дать кстати напишите чтобы я предоставил всем распечатку справочной службы круглосуточной по которой бомбят сразу как реклама вышла и поехала терпеть не могу риос сумасшедшие деньги стоят там вот такое объявление стоит там чуть ли не тысячу долларов долблю его постоянно потому что оно миллион тиражов шлеп бедных людей бабушек и дедушек и они нам тут же побежали пенсии да вот такая идеология как бы реклама а вообще рекламную кампанию проводят это просто уже для будущих чтобы я не сбивался людей рекламную кампанию проводят всегда комплексно да если вы хотите чтобы она достигла цели одна реклама не работает то есть она должна идти сразу ну если вот вы новую услугу обваливаете и хотите добить до всех или имидж довести банку ну там что то такое довести чтоб все заговорили и пошел ну как бы пошла отдача то лучше всего этоiyor mass информации например фм ну там где у кого машины бизнес компаньон все деловые самые плюс тарабанит по разным самым рейтинговым см плюс можно еще дать по телевидению про понять ну как хорошо попал с боксом, смотрят как раз люди, потому что в боксе есть момент как бы проявления себя, и оно работает то, что надо. А, кстати, гроши стоят за копейки, ну, три тысячи километров, один грошок, один чайный доллар. Так что класс, я в этом понимаю. А кто хочет разобраться, пожалуйста, можем это обсудить. Кто хочет ещё что спросить? — Елена Михайловна, а Вы вот сказали, Комерстан-Дели лучшая газета, да? — А мы нашли, ну, то есть Украина продаётся, ну, просто Комерстан-Украина, это же газета? — Это она. — Это она. Комерстан-Украина, да. — Ежедневная, да? — Причём, я Вас уверяю, Вы ничего не добудете в жизни, если не будете читать Дела Боевского. Ничего, ни одного шанса. Абсолютно ни одного. Ни полпроцента, ни одна тысячная процента, ни миллионная, никакая. Потому что сначала Вам будет тяжело читать эти газеты, поскольку Вы тёмные. Им не было тяжело. Я полгода себя насиловал, пока я доехал до коммерсанта. Что произошло? Я сначала, причём в бизнесе очень важен плагиат. То есть, ну, как бы это не плагиат, а компиляция. Ну, то есть, самые талантливые люди, да, они как бы быстро преобразовывают чужую идею, ну, в свою. И мало кто знает, кто изобрёл, ну, большинство людей не знают, кто изобрёл электричество. Ну, это только могут знать на Украине, да в России где-то, в обязательном порядке. Но все знают, кто его приспособил. Как его коммертируют? Эти силы? Да. Потому что гениальность не в том, что ты, ну, как бы, даже в бизнесе, что ты первый это придумал. Ну, классно, если ты ещё гениальный менеджер. А в том, что ты как менеджер заметил и тут же влепил это сам. Но на новом уровне совершенно. Вот. Так вот, Эдисон, это всё его изобретение. Горят лампочки, все розетки и всё. И бабки он на этом заработал. Вот. Это очень важно. Так вот, когда я читал «Коммерсандели», первые деньги мы заработали 90% на этой газете. Да, это всё стоило. Прочёл аукцион «Квартир», увидел, а поскольку я юрист, я изложил вот это всё договора, рекламу и поехали. Увидел, в Москве сделали аукцион антиквариата. Тут же я подготовил договора элементарные. На Волоклином три таких помещения, икон, всяких золотых, серебряных, там чего хотите. Вот. Всё элементарно. Всё написано в газете. У меня, к сожалению, не так много времени сейчас читать. Я иногда, ну, не успеваю. А потом я, когда было время, я потерял, её перестали издавать на Украине, я полгода её не читал. Через полгода я её беру, ё-моё, ни одного слова не понимаю. Ни что такое эти самые котировки эти какие-то там, потом эти все эти дефолтты… Ну, всё, она выросла, газета. А я остался на прежнем уровне, это проблема. А до финансового издания надо расти. И все слова брать, словарик смотреть. Всё, каждую статью надо понимать, обзорную. Люд будет. Потому что там ваши деньги, там ваше будущее. И это я не смогу ни рассказать, ни объяснить, и ничего сделать. Это очень важно знать. Это для тех, кто хочет добиться в жизни многого. Потому что после того, как вы напитаетесь информацией, ваши умные головы, отличные, начнут выдавать уже на качественно новом уровне идеи. Потому что есть закон о изменении качественных этих, количественных? Якистных. Якистных, да, совершенно верно. Это один из величайших законов. И мы никак его диалектики, мы никак его не перескочим. Нет шансов из дворника выскочить в дизамбу. Гениальных моментов. Какие вопросы еще? Тимошин, взять посетку. Вот эту, о, специальности. По какой хотите? Вы говорите, что вы хотите. Вот сейчас их там переписывают. Значит, новым, кто... Кто не видел, кто не слышал. Про замок не спрою. Сделать просмотр. Надо их себе написать, там, сейчас это в процессе идет. Показать то, что я рассказал. Практически я почти все это уже рассказал. Я думаю, что я могу вас дальше собирать, не собирать, я уже не знаю. Уж три не мать учения. Вы говорите, за чиновую прессу, а за галлистские контракты, воно как? Погано чи доброе? Хорошая для себя. Хорошая. Не можно, я... Она бьет главный балалтеров. Сзади сказать. А это я имею по распечатке нашего информационного центра. Там восемь человек высокооплачиваемые, круглосбиначные. По заведенной мною программой. Кто не позвонил, они спрашивают. Иначе я выгоню тут же, на следующий день. У них зарплаты и все. Откуда вы узнали? Не отвечает, не отвечает на вопрос. А он уже говорит, это знакомых. Или все это идет в такой, в этой самой. Вот там справочные службы. Мы видели, когда они работают. Это высокопрофессиональная служба. Это моя заслуга. Мой, моя. Я придумал. И это нам сэкономило сумасшедшее. Потому что мы то туда, то туда пнемся. Ай, результаты. Я не вижу, ну, как бы, отдачи. Какая работа. И мы стали, как бы, мы даем в самые дорогие газеты. В основном информационные источники даем рекламу. Дороже нет. Такие питания. В отношении сертификатов за обеспеченный золото. Зараз правительства такого немало. Знаешь, у меня есть банк, банк форум, где есть такая штука, что я в сертификат, скажем, валютный за обеспеченный... Напиши, я смотрю, что есть в этом нет. Дмитрий Николаевич, а почему бы нам на отделение не выписать, скажем, пару-тройку газет? Не выпису. Почему? Потому что 42 тысячи зарплаты вы свои покупаете. Я выписывал на сумасшедшие деньги. Я пока что заставляю читать Униап. Дальше есть интернет. Да? И можно в интернете посмотреть... Кстати, коммерсант, по-моему, у нас в интернете мы видел. А остальное покупайте за свои гроши. Ну, я делаю в том, что, понимаете, ну, месяц-два я вам повыписываю. Но я не смогу вам это делать, ну, как бы, постоянно. У нас есть здесь, вот, библиотека. Берите, берите... Ай, кто это? Берите газеты библиотеки. Возьмите старый коммерсант, почитайте. Это великая газета. Есть газеты-авторитеты. Financial Times, да? Я никак его выговорить не могу. Есть коммерсант, вот, Дели. Акции, которые были куплены в Нью-Йорке за 150 миллионов долларов. Смотрите, что за газета. Вот. Нет пределов человеческой гениальности. Я никогда не мог понять, как они смогли, это менеджмент хороший. Вот, нашелся человек там, да, который сумел организовать команду людей, которые дают невероятные, как бы, анализы. Ну, когда почитаешь, попадешь на какой-то анализ рынка, думаешь, нифига себе. Чего этот человек не миллионер, зачем он все эти пишет? Эти статьи, он великий. А они собрали, и у них зарплаты сумасшедшие. И они практически без влияния. Вот я разговаривал со вторым человеком в этой газете. Он мне передавал разговор. Березовский, владелец контрольного пакета, он звонит и говорит, надо нам дать там, ну, такую статью. А он его нецензурно и вранье говорит, будешь командой, мы сейчас все поднимемся и свалим. Потому что для бизнесмена важно, да, чтобы этот бизнес, он дает ему прибыль. И он не вмешается туда. Если бы он на дотации был, это другое дело. Это все вот это ноют неудачники нашей газетенки, что это, ну, убыточно, плохо, да дам, дотации надо, да мозгов вам надо. Нигде в мире это не дотационный бизнес. Везде это бизнес громадный, медиа. А для наших, многих, проблема, потому что менеджмента нет, проблема. Какие вопросы уже мы долго. По золоту я уже спрашивал еще раз хочу. Почему отменили разрешение продавать золота через контрольно-кассовый аппарат? Да хрен его знает, даже нас банк пришел, я это не знаю. Разберитесь, возьмите устройство. Поговорите с Николаевичем. Кто вам не будет отвечать, я когда говорю, надо слушать. Кто в Центральном банке или в отделении не будет отвечать на ваши друдные или умные вопросы, тот будет иметь дело лично со мной. Мы для этого здесь и встречаемся. Понятно? Вам все должны на все отвечать. Я должен вычислить ту сволочь, которая начинает что-то там крутить нос. Другой вопрос, что это может быть умный вопрос, губный вопрос, в письменном виде, в устном виде. Ходите через меня, пишите мне служебки, я буду расписывать их, чтобы вам отвечали. Что еще? Вы сказали, что мы должны пройти 5 отделений. Это по 10 дней будет? Да. И обязательно разные отделения? Да. Кричите. Начинаем. Кто-то что посадил, он скажет, что она отрегулирована. Ну зачем вы ходите в субботу и воскресенье работаете, не работаете? Ну меня это не интересует. Нет. А, вы можете учитывать субботу и воскресенье? Ну я не знаю, как, ну не учитывать субботу и воскресенье работаете. Врываетесь в элиту банка. Вас везде возьмут на работу. В любом банке возьмут. Не сделайте ошибки. Если вы не готовы быть директором отделения, вы все меня слушаете, да? Самостоятельного банка. Вы лучше туда не прийдетесь. Потому что я вас там достану. И начнется проблема. Разочарование. Куда девать? Я буду высказывать бурно свои недовольства. Да? И вы получите удар. Моральный. Поэтому вы лучше подготовьтесь. Если кто не директор, какое-то еще время побудет замок. Еще раз пройдем этот путь. Если потом не получится. Здесь большие зарплаты. В центральном банке. Нам нужны люди. У меня миллион идей. Которые надо заткнуть отличниками. Ну, дыр. Но лучше вы со мной не связывайтесь. Если вы попадете не туда, куда. Потому что директор отделения это человек, который будет со мной иметь дело. Как увижу глаза, прячет. Или не хочет. Или не пишет служебных умных записок. Или я узнаю, что он клиенту отказал. Да? И никуда не обратился. Или что он какую-то проблему замял. Или что он недостаточно строг со своим персоналом. Или он не лоббирует своих сотрудников, выдающихся, чтобы им повышали зарплаты. Или у него там работают как рабы по 24 часа в сутки, а он ничего не говорит. Я его тут же выгоню. С концами. Ну, что выхода нет. Понижать это значит врага оставить. Ну, я не знаю, куда понижать. Поэтому всем отделений хватит. Только уж если вы готовы со мной сражаться дальше. А если чувствуешь, что уже готов, а... А если надо 2-3 минуты, вы говорите, что целых 5 надо. А если раньше подготовишься, то чувствуешь, что можно дальше. Посмотрим на ваши бумаги. Вы верните на изданку хоть одну. Так, чтобы я с директором поговорил. Но это не накапает на него. Это не накапает на него. Вы можете с ним эту проблему как бы решить. Но мне ее надо отразить. Но не снюхайтесь. Потому что если вы... Все у вас нормально на всех отделениях, да? То у вас ненормально. Каждый директор, по сути, после прохождения этой практики недели пишет же характеристику. Да плевал я на их характеристики. Я еще не знаю, кто там чего пишет. И не ко всем директорам у меня однозначное отношение. Я могу сказать как бы на ставке. Вы лучше тех, кто сегодня работает. В своем большинстве. У них просто есть... Но я двигать их не собираюсь. Потому что я знаю, что уже... Не все понятно, да? Не пойдет он директорам. Пока он директора этого не добродает. Это проблема. А зам директора пойдет. Раз он так влюблен директорам, пусть с ним работает. Можно еще вопрос? В пятницу подавался вопрос о базах данных. И вот смотрел в безопасности базы, по которым проверяют людей. По месту будильства и все такое. Потом база ГАИ шел разговоры. И еще вот так. Ну, говорилось о том, что искать солидных клиентов, например, по тому, на какой автомобиль на нем записан. То есть, если есть выход на базу ГАИ, то есть легко найти хорошего клиента. Ну, легшего. Пятец. Поднимался такое? Да. Да, да, да. По карточкам. То есть, ну и я смотрел вот у нас департамента, где-то базы идут, ну такие, 98-го года. То есть, они не новые. Ну и что дальше? Ну, есть возможность... Ну, поднимался, вы было решать. Есть возможность предоставления таких баз данных. Буквально... Ну, решите, только удовольствием, я заплачу за это деньги. Какие есть еще вопросы? Есть смысл вам завтра встречать? Да. Да, есть. А что обсуждать? Да, завтра я вам предоставлю. Вет, завтра мы будем решать. Завтра мы будем решать это. А, завтра вы мне представите эти самые свои. А что? Пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok